Итак, у нас, соответственно, сегодня седьмая лекция по курсу эстетики, и я решил ее посоветить, так скажем, философскому анализу, что есть нотация как таковая. Обозначил я эту тему как графическая нотация, новый дискурс, но на самом деле речь пойдет не только о графической нотации, а прежде всего о ее сравнении с нотацией общепризнанной, которую я буду именовать конвенционально. Эта тема очень сложная. Сложная настолько, что даже я боюсь утверждать, получится ли у меня донести все свои мысли на этот счет, потому что речь идет о том, чтобы представить два дискурса, не исходя один из другого, а все-таки в их самобытной уникальности. А в принципе это фактически невозможно. Поэтому я буду использовать не простой метод анализа материала, а метод так называемого параллаксного видения, метод, который в гуманитарных науках применяется с Лобоем Жижиком, ныне живущим философом, это метод, так сказать, скользящего взгляда. То есть что есть параллакс? Параллакс маркирует собой изменение предмета в зависимости от угла зрения на него, нашей точки зрения. Мы же не видим весь предмет в его объективности. Например, не можем увидеть ноутбук или бутылку воды сразу же со всех сторон. Не факт, что мы его даже признаем тогда в таком случае за тот предмет, которым он является. Мы видим всегда с какой-то одной стороны, и в зависимости от того, с какой стороны мы на него смотрим, будет меняться его образ. И проскользив таким образом по телу того или иного дискурса, графической нотации, нотации конвенциональной, я попытаюсь выявить их отличие. Что может дать один способ выражения в музыке, что может дать другой, и какие ограничения с собой они несут. Дело в том, что любой из дискурсов, безусловно, не только дает свободу автору, но и накладывает на него целый ряд ограничений. Это абсолютно понятно, это очевидно. Это доказывалось уже мыслителями давнего времени, уже мыслителями, ушедшими из нашего мира, такими как Мишель Фуко и Жан Бодрияр. Модрияр, правда, относительно не так давно скончался, если память не изменяет, около десяти лет назад. Но все равно это мысль второй половины двадцатого столетия. То, что дискурс так или иначе связан с понятием власти. То есть он дает возможности, но и накладывает ограничения. Поэтому для начала попытаемся разобраться с тем, что есть конвенциональная аннотация. Что она нам может дать, какие ограничения она на нас накладывает. И самое главное, а что, собственно, является ее остовом. Ведь это далеко не очевидно, потому что мы настолько часто и пользуемся, что фактически не задаемся такими вопросами. Если студенту задать вопрос, что фиксирует общепринятая аннотация, что является ее козырным тузом, отличающим от всех других типов аннотации, то обычно на это отвечают, что она фиксирует абсолютную высоту тон. Этим отличается от других типов аннотации. Это миф номер один. Понятно, что я его очень лаконично сформулировал. Студент будет долго искать слова. Он скажет много всего. Возможно, что-то и ценное будет в этом. Но если суммировать, то это так. То, что мы можем точно по слуху, допустим, имея абсолютный слух, слушая запись, знать, какие ноты использовал в этой пьесе композит. Ну, это можно опровергнуть достаточно простым способом, сославшись на настройщика практику, который может настроить рояль 439 и 445. Но это не слишком убедительный аргумент. Не потому, что он плох, он-то хорош сам по себе, а потому, что сама история представляет нам несоизмеримо более интересные примеры в музыкально-исторической практике. В частности, в эпоху зарождения второй музыкальной практики, в эпоху перехода с 16-го на 17-е столетия, в творчестве великих северно-итальянских композиторов, композиторов, ой, которых обычно относят к северо-итальянскому барокко, то есть Габриэлли и Монтеверди. Так вот, строй их был 460 Гц. Нота ля первой октавы была равна 460 Гц. То есть в пересчете на современную систему это примерно седино. В это же самое время их южные коллеги, коллеги по музыкальному цеху, представляющие в своем лице южно-итальянское барокко, нота ля первой октавы равнялась 392 Гц. То есть примерно соль первой октавы. То есть в одно и то же время, в одной и той же стороне разница между нотой ля и нотой ля была равна 68 Гц. То есть примерно интервалу малой терции. А теперь смотрите. В принципе, в этой малой терции содержится весь классический контраст. Это унисон, как полный устоин. Малая секунда, как наибольший диссонанс. Большая секунда, как умеренная форма диссонанса. И терция в качестве консонанса. А речь идет о именно различании, о том, что делает Деррида, между одним и тем же самым. Не о различии, а о различании. Потому что речь идет о том, что эта малая терция содержится в одной и той же моте. Просто по мере нашего продвижения по Италии. Очень долго считалось, что музыка старая во времени, музыка старинная, использовала достаточно низкие струэля. И это было связано с тем, что не учитывался фактор старения металла. Металл любой от выветривания, окисления, взаимодействия с кислородом, дряхлеет. И тон его понижается. Поэтому даже коррельоны, на которых отлита та нота, которую он должен воспроизводить, нужно не ее замерять акустическими устройствами, а делать достаточно сложный просчет, исходя от даты отливки этого колокола, сколько он провисел. И в таком случае мы получим как раз очень высокий струэля. Не везде, опять же. Повторюсь, южные итальянцы использовали низкие струэля. Даже ниже, чем используют современные аутентисты. В то время как у Монтеверди струэля очень сильно задана. В начале XVIII века, в самом-самом-самом его начале, в 1704 году, благодаря стараниями выдающегося физика, Савера, был замерен точный строй в парижском оперном театре. И он был равен 405,3 Гц. То есть Савер изобрел способ точного измерения звуковой высоты, и понятно, что он его мерил не так, как музыканты, а до десятых долей. То есть, когда Баху и Гендарю было по 19 лет, в столице Европы, в Париже, стандарт там, ноты ля, было 405 Гц. Первый в истории камертон был изобретен в Великобритании, в Англии в 1711 году, совсем спустя небольшое количество времени, после открытия Савера, и его звуковая высота равна 419 Гц. Вот он, эталон музыки 18-го столетия. В принципе, достаточно близки к нему современные аутентисты, хотя их эталон не опирается почти ни на чем. Он равен 415 Гц. Это некая условная звуковая высота, которая применяется для исполнения старинной музыки. А музыка эпохи Моцарта и Гайдена уже исполняется с эталоном 430 Гц. До середины 19-го века, до 1850-го года. И лишь музыка с 1850-го года будет исполняться в строе, приближенном к современному. Об этом и многих других примечательных вещах вы можете прочесть вот в этой книге. Книга замечательная, хотя, правда, есть только на английском языке. Вот. Но я думаю, что все вы учите английский язык и ознакомиться с какой-то такой фактологической информацией по строе вы вполне способны. Что это все может нам сказать? А сказать это может следующее. Что в современную эпоху, когда у всех есть интернет, когда можно послушать аудиозапись не отходя от рабочего стола компьютера, мы никаким образом на слух не сможем определить, имея даже самый высокоразвитый абсолютный слух, какие ноты реально написаны композиторами. Мы можем ошибиться на малую терцию. Потому что несмотря на то, что это будет исполнение аутентичное, вовсе нет никакой гарантии, какой строй они используют в данный момент. Это может быть действительно стандарт аутентичного исполнительства 415 герц. А может быть кому-то захочется изобразить действительно строй эпохи Монте-Верди. А может быть в одном и том же концерте будут исполняться композиторы и северно-итальянского и южно-итальянского барокко. может быть будет перестройка инструментов заметьте на малую терцию это колоссально проще два инструмента комплекта с собой принести а может быть они будут исполняться в неком усредненном строе. В данном случае мы никаким образом не можем по звуку определить какая написана нота так же как по ноте определить как она будет замечать особенно если у нас нет никаких данных по тому какой строй был эталоном в это время в этой местности. Вот и все миф об абсолютной высоте не звездом полностью от него не осталось ничего и это даже не только в эпоху интернета современного но я вам показал как в одной стране в одно и то же время была разница в 68 герц колоссальная разница миф номер два обычно встречается в качестве атлета лершистого и достаточно образованного студента что если конвенциональная аннотация не может фиксировать абсолютную высоту то значит она может точно фиксировать отношения между одним тоном и другим это провернуть сложнее дело в том что мы с трудом все можем представить что в одной и той же пьесе нота ля и нота ля будут отличаться друг от друга на 68 герц это невозможно но такая разница и не нужна для того чтобы доказать идею которую я пытаюсь провести мне нужно будет лишь показать что такая разница все-таки присутствует не такая большая а просто любая разница хоть какая-то разница мы уже отвергнем миф об абсолютном фиксации отношения между тономами дело в том что в 18 веке начиная с 18 века сплошь можно встретить когда одновременно используется темперированный и нет темперированный строй особенно в данном случае критично это в случае с медными духовыми натуральными инструментами разница между натуральным строем и строем темперированным в некоторых случаях очень значительная есть целый ряд таблиц вот одна из них с ними можно ознакомиться в интернете они легко находимы и вы можете просто посмотреть как в каких-то случаях огромная разница лежит между тем или иными нотами по соотношению между темперированным и не темперированным строем таким образом когда звучала музыка допустим намерно в сопровождении какого-то клавишного инструмента один и тот же интервал взятый в одной и той же октаве реально мог существенно отличаться по герцам да и сейчас когда музыка исполняется на рояле со скрипкой или на рояле с голосом ведь фа диез и соль бемоль для инструмента нетемперированного это разная нота более того очень многими авторами даже таким образом выписывающийся может подряд идти фа диез сольбин и фа диез сольбин а в то время как на фахтепиано эта разница не может быть никаким образом отрибрана вот получается в одном случае мы имеем все-таки интервал фа диез сольбин а в другом случае мы имеем одну и ту же ноту то есть получается что и абсолютная фиксация отношения между интервалами в пределах конвенциональной аннотации тоже невозможно не нужно подумать что я сравниваю акустические особенности каждого инструмента отождествляю их с конвенциональной аннотацией понятно что ноты это одно а инструмент это другое но просто так как одно и другое были связаны на протяжении всей их истории колоссального количества времени то отделить одно от другого культурально тоже не нужно я отдаю себе отчет что есть инструмент а есть ноты но я отдаю себе отчет что в течение какого большого количества времени они вместе взаимодействовали Поэтому оторвать одно от другого тоже не надо. Что таким образом можно, какие выводы сделать? А выводы следующие. Понятно, что разница, особенно в случае фиксации отношения между нотами, не столь большая. Для некоторых людей недоступна для восприятия настрой. Но при развитом абсолютном слухе фиксируем. И этого вполне достаточно. Потому что это не просто мелочь, на которой я цепляюсь, а это природа самого этого языка. Потому что если мы не определим, чем он не является, мы не сможем определить, чем он является. Что является его базовой составляющей. А вот здесь-то и нужно, есть о чем поговорить. Дело в том, что базовой составляющей конвенциональной нотации, которую она отлично фиксирует. Опять же, не абсолютно, а относительно, для нее это вполне достаточно. Является сонор. Нота, интервал, аккорд, созвучие. Он его фиксирует не абсолютно, а исходя из качественных характеристик. Мы можем точно определить, что вот это большая терция. Хотя, на самом деле, на фортепианах, да даже на струнных, может быть сыграно уменьшенная кварта. Для нас это без применительно целой музыкальной композиции, где есть музыкальные функциональные взаимосвязи. Не имеет никакого значения. Мы слышим качество интервала большой терции. И все. Она может быть фальшивая, она может быть чистая. Она может быть разная. Но это большая терция, в пределах двенадцати ступенного хроматического звукоряда. И это и является минимальной составляющей того языка, которым вы пользуетесь, музыкального языка. И разница здесь между нотой, интервалом, аккордом, она уж не такая уж и большая, эта разница. То есть, единством музыкальной композиции, единством в смысле то, что не подвержено дальнейшему расчленению. Я буду в дальнейшем называть словом сингулярность. Сингулярность применяется в разных науках, совсем с разным смыслом. В данном случае это будет смысловая точка. Я это определяю в сегодняшней лекции как смысловую точку. Так вот, сингулярностью для музыки, вам привычной, является то, что единовременно прочитывается по вертикали. И, соответственно, движение этой музыки фиксировано переходом от одной сингулярности к другой. Но в течение пьесы их будет на одну меньше, чем нот. Чем нот, взятых по горизонтали. Вертикаль всегда объединяется в единство. Его разделять бессмысленно. Да, мы можем посмотреть, из каких нот состоит фа-мажорный аккорд, но он звучит единством. Это и есть специфика той музыкальной речи, к которой вы привыкли. Только на самом деле у нее тоже есть свои парадоксы и свои ограничения, к которым, опять же, вы привыкли и, скорее всего, их даже не замечаете. Если речь идет о музыке хоровой и квиритмической, где каждая нота, всем хором берется аккорд некий, потом переходит на следующий аккорд и так далее, с одинаковым ритмом, а зачастую, может быть, даже на каждый аккорд слог меняется. Это, конечно, нотация идеальна для такой музыки. Она фиксирует и саму краску аккорда, и точно переход с аккорда на аккорд. Тут противоречий не возникает никаких. Только в музыке инструментальной, музыке более развитой фактурно, с виртуозной точки зрения, мы сталкиваемся с весьма примечательным явлением. Но, думаю, вам не нужно доказывать, что в музыке классицизма и романтизма важнее, так скажем, мелодия, тема, чем пробежка, пассаж. Ну, пассаж, он потому так и называется, да, проход. Это то, что соединяет... Пассаж может выполнять очень важную функцию, безусловно, но его функция вторична по отношению к функции мелодии, которые являются для этой музыкальной традиции визитной карточкой произведения. А вот теперь смотрите, какой парадокс в этой музыкальной системе. То, что в пассаже музыкальных событий будет несоизмеримо больше, чем в мелодии. То есть, пассажи больше и сингулярностей, составляющих его, и переходов между ними. В любом пассаже больше, чем в любой мелодии, фактически. Таким образом, с точки зрения семиотики этого текста, оказывается, что пассаж по значимости, значимость от слова знак, несоизмеримо больше нагружен, чем в мелодии. А вот вам и простейшее объяснение, почему вам виртуозную музыку, почему пассажи приходится учить больше, чем мелодическую музыку. Понимаете, поверьте, для того, чтобы сыграть медленную музыку, вы задействуете ничуть не больше физиологических движений, усилий, чем для того, чтобы сыграть быструю. Но быструю в большинстве случаев для многих сыграть сложнее. Почему? Вот вам объяснение простейшее. Это дело в голове. Дело в самой той системе, с помощью которой эта музыка записывается. Потому что пассаж действительно предполагает за очень ограниченное количество времени очень-очень много событий. И это сделать сложно. Не быстро пальцами сыграть сложно, а сделать сложно именно точно соответствовать этим событиям в течение очень ограниченного количества времени. То есть, получается, музыкальная традиция эпохи классицизма и романтизма по сути почти противоположна той системе нотной, которую она использует. Пусть для нее важнее мелодика, а оказывается, реально важнее пассажа. В эпоху классицизма на самом деле это понимали. И для того, чтобы избежать такого перегруза, использовали графемы, которые именуются мелизмы. То есть, вместо мелких нот использовались сингулярности. Одни единственные графемы. Допустим, группета вместо квартоли или квинтоли, которые неразложимы на составляющих мелкие ноты. То есть, когда вместо группеты выписывают эту самую квинтолю в нотах, делают, конечно, неверно. Потому что группета – это одна нота. Но нота, состоящая из определенного огибания, из пяти или четырех звук. Так же, как абсолютно неразложим на составляющие, допустим, в современной переписке, смайл – это графема. Он и не меньше слова, и не больше слова, он другой. Так же неразложима на составляющие мелизматика. Мордент, трель, группетта. И именно благодаря большому количеству использования этих графем перегруза в сторону пассажей удавалось немного сгладить этот перегруз. Моцарт иногда вообще пассажей выписывал первую и последнюю ноту, между ними штрих. Что верно с его точки зрения, абсолютно. Это головная боль для текстолога, когда между этой первой и последней нотой оказывается нечетное количество нотов. Но это верно с точки зрения автора. Это пассаж. Это единый штрих. Это проход. И то есть, конечно, если он его выписывал так, штрихом, но подразумевалось, что это, допустим, поганный фо-мажор, поверьте, вы бы его сыграли мгновенно. Если бы вы были погружены в этот контекст, в эту традицию, учить его не нужно. Это просто пароход по фо-мажору. Это не гамма-фо-мажор. Разница колоссальная. Другой парадокс системы конвенциональной – это то, что она, особенно в эпоху романтизма, требует от нас индивидуальности, требует уникального самовыражения автора, и в то же время для этого предлагает ему очень-очень ограниченное количество нотных знаков. Причем универсальных и унифицированных. Получается, что нам предлагают нарисовать шедевр, картину с помощью калейдоскопа. То есть, все составляющие уже заданы. Более того, самое страшное, что заданы, даже не выпустили в любую эпоху. Это тоже специфический парадокс, поэтому исполнять высокохудожественно, исполнять, естественно, музыку в конвенциональной нотации достаточно сложно, к этому нужно много учиться. Нужно преодолевать универсальность языка для выявления индивидуальности музыкальной пьесы. Потому что она записана в языке, который устраняет ее уникальность. Нужно продираться через этот язык, дабы выявить уникальность этой пьесы. Второе ограничение, которое предлагает конвенциональная нотация. И, наконец, третье, я о нем скажу чуть позже, потому что мы сейчас посмотрим графику, потому что без графики оно, так скажем, может выстрелить холостым. Мы можем это недостаточно точно понять. Откуда проистекает график, откуда проистекает графическая нотация? Но из жеста, я думаю, это египетская хиерономия, хиерономия, это искусство показывать жестом то, что нужно исполнить. Но в зафиксированном бумажном виде графическая нотация, конечно же, вытекает из нотации невмы. Дело в том, что если мы будем рассматривать невмы, как, допустим, ход на терцию вверх с последующим ходом на секунду вниз, это будет противоречить эстетике нервной, противоречить философии нервной нотации, потому что это не ход вверх и вниз, а именно вот такое движение. То есть одна нервма фиксирует одно событие, как и группета фиксирует одно событие. Вот. Это графема, отражающая некий звуковой комплекс, нерасчленимый на составляющие. Сейчас это сложно представить, потому что мы хотим все подогнать под дискурс, к которому мы привыкли, к которому мы постоянно работаем. Но она не делима на составляющие. Получается, для конвенциональной нотации базовым временем является, во-первых, диахроническое время, то есть биографическое, историческое время, а во-вторых, время до бесконечности делимое. Делимое пропорционально. То есть делимое целое делится на две половинки, две половинки делятся на две четверти, задан темп, и идет некая пульсация. Что делает пульсация? Маркирует зону, точку перехода с одного события на другое. В редчайшем случае две ноты условно могут попадать в одно событие, если, допустим, быстрый темп, а счет идет четвертями. Но это сильно условно, потому что реально все равно будет несколько точек, и между ними тоже будут переходы. Скорее всего, в эти моменты возникает явление обратное, явление более сложное, когда на сетку, допустим, идущую четвертями, эта сетка еще разбивается на сетку, идущую, допустим, тридцать вторыми. Мы имеем две формы членения диагронического времени, что еще больше нагружает по смыслу пассаж. Что же происходит на графической аннотации? А, собственно, пассаж в ней, как у Моцарта, будет выглядеть тем, чем он и является. Пассаж выписан как единое явление. Более того, в данном случае он является лишь частью большего события. То есть не то, что пассаж распадается на отдельные составляющие, а он даже не является сам отдельной составляющей. Потому что здесь нота – это весь этот квадрат. Это событие. Оно одно. И оно нерасчленимо на отдельные составляющие. Нельзя начать вот откуда-то там середины. Нельзя начать с середины ноты, да, без атаки. Тяно у любого звука есть. Может быть, тихая атака, громкая атака. Но все равно есть атака, продолжение и указание. Это можно только на компьютере отрезать атаку. Здесь то же самое. Это единая нота. И понятно, что она предполагает совсем иную форму ее логического измерения. То есть если там было время геохроническое, то здесь будет время синхронное. Она вся перед глазами нам дана сразу же. Это получается некий такой креационистская модель мира, где весь мир дан уже, а мы его проживаем в геохронном измерении. Но это не значит, что он уже не представлен целиком. И получается, если музыка конвенционального типа дает нам именно фиксацию, очень жесткую продвижение вперед, то музыка графического типа позволяет каждому этому событию сингулярности раскрыться посредством нашего погружения в мир. То есть она разворачивается диахронно в то же самое время являясь единичностью. Она уже представлена целиком. И заметьте, там в конце стоит слово семеле. То есть на самом деле оно даже не предполагает, что когда исполнитель дойдет до последнего штриха, оно оборвется. По этой же логике может продолжаться еще. А может продолжаться чуть-чуть, может долго. Это будет обусловлено спецификой целого. Всей музыкальной пьесы, всей музыкальной композиции. Так вот, если говорить о каком-нибудь, допустим, квартете струнном, что такое 15 минут для струнного квартета? Ну, столько может длиться какая-то часть крупного очень квартета струнного, да, допустим. Представьте себе, сколько там будет переходов между сингулярностями. Может быть даже несколько тысяч. Да, если так-то под сотню, то вполне возможно, что несколько тысяч этих проходов. Особенно, если там пассажей много. А в пирамиде, в квартете моем, да, таких переходов 24. Потому что там 25 событий. Чувствуйте, насколько свободней становится движение музыкальное. Оно есть, но оно не сковано жесткой сеткой, фиксирующей каждый переход. Это своего рода, если сравнивать с бытовыми вещами, это экспресс, а там поезд, который следует со всеми остановками. О. Конечно, если вы не уверены и не знаете, на какой вам выйти, наверное, вам лучше использовать тот поезд, который все-таки со всеми остановками следует. Да, или автобус, который везде останавливается. Здесь фиксируется движение, но не может быть точно фиксирован сонор. Там фиксируется точно сонор, его качественная характеристика. Но движение стопорится постоянным отчетом в переходе с сонора на сонор. В таком случае очень часто возникает вопрос у студентов, а что это типа алиаторика, это свободное письмо, значит, можно сыграть все, что похоже на эту графену. Конечно же, нет. Представьте себе ситуацию, вам вполне понятную. Вы играете какой-нибудь классический концерт, Гайдна, Моцарта, Митровина, и хотите сыграть в нем свою каденцию, как это было принято в ту эпоху. Но навряд ли же вы выйдете на академическую сцену и в качестве каденции к концерту Моцарта сыграете в урку. Это как бы в академической среде маловероятно. Может быть, на капустнике вы так и сделаете. Но если вы уважаете себя как музыкант и уважаете публику, вы так делать никогда не будете. Потому что есть понятие эстетической настоятельности, требования, которое предъявляет нам само музыкальное сочинение. И мы должны ему соответствовать. Здесь то же самое. Это абсолютно такая же музыка. Поэтому в данном случае здесь тоже есть требования, которые предъявляются к исполнителям, исходя из музыкального целого. Если в этом сочинении не используются никакие фрагменты из сочинений Моцарта, Баха или кого-нибудь еще, то просто так их вставлять туда не имеет никакого смысла. Это то же самое, как исполнить мурку в качестве каденции концерта Моцарта. Это просто может быть воспринято исключительно как музыкальное хулиганство. Любое музыкальное произведение культурально обусловлено. Представьте себе, что вы видите какую-нибудь ноту, ту же ля первой октавы, и на ней стоит акцентик. Вы знаете, что она принадлежит перу, допустим, Моцарту на это сочинение. Вы сыграете этот акцент одним образом. А теперь представьте, что абсолютно так же записана эта нота ля с акцентом принадлежит перу Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Вы ее сыграете совсем по-другому. Так вот, насколько тогда точно фиксирует звуковой результат коммуникациональная нотация? Если реально, для нас, для музыкантов, нам будет казаться, что мы одну и ту же ноту по-разному играем. Но если отбросить весь наш музыкальный багаж и просто встать на позицию слушателя, разбирающегося слушателя, этот слушатель скажет вам, что вы просто совершенно разные вещи исполняете. Потому что звуковой, художественный результат, результат на уровне образно-эмоциональной составляющей будет совершенно различным. А записывается он одним и тем же образом. Вот последний парадокс конвенциональной нотации. Запись во многих случаях противоречит тому, что требуется от нас, как от исполнителей. Поэтому от нас и требуется, чтобы мы глубоко изучали контекст, культурный контекст, к какой эпохе относится эта музыка. Так вот, контекстуально обоснованной является любое музыкальное произведение. И графическое, и общепринятое. Потому что вне контекста невозможна коммуникация. Иначе мы просто нарушаем ту форму коммуникации, к которой прибегал композитор в ту или иную эпоху, написавший то или иное сочинение. Я обострю даже этот момент и попытаюсь показать, перевести следующий пример. Представьте себе, что какую-то пьесу, допустим, Моцарта, она попадается в руки какому-нибудь автору, допустим, Стравинскому. Он стирает фамилию Моцарта, ставит свою фамилию и не меняет ни единую ноту. Все, это сочинение стало другим. Да, он так не делал, но имел бы абсолютно полное право. Я имею в виду, когда он уже состоялся как автор. Потому что самим этим он уже полностью бы поменял это сочинение. Это не просто, как Дюшан, прорисовавший усы Монолизи. Это значительно сильнее. Просто поменяв фамилию, он делал что-то похожее, хотя и не в такой степени, когда писал свою пульчанель. Потому что это музыка перголези, но она звучит совершенно по-другому. И не только потому, что она сунструментована Стравинским, но потому, что там стоит фамилия Стравинская. А значит, она будет исполняться не так же, как она бы исполнялась, если бы стояла фамилия перголези. Что касательно алеаторики, с одним разобрались, да, все что угодно. Нельзя играть. Можно играть только то, что обусловлено самим музыкальным целым. Другое отношение к тексту, к алеаторному, мне тоже придется развенчивать. Дело в том, что как можно говорить о том, что, допустим, это алеаторная запись, если из четырех исполнений пирамиды, которые выложены сейчас, допустим, на Ютюбе, они и по секундам почти точно совпадают. И если вы их послушаете четыре подряд, я очень сомневаюсь, что вы сможете отметить какие-то существенные различия. Не сможете. И я не смогу. Первое, предположим, из них в большей степени отличалось, потому что музыкантам нужно было еще вжиться в это сочинение. Но после того, как это произошло, три последующих, они почти одинаковое количество секунд дожьют. Не только минут, минут включаясь, а здесь не выписан хрон. Понимаете? И тем не менее, по-моему, два последних, не побоюсь точно сказать, какие-то два исполнения идут 14 минут и 20 секунд. При том, что и дирижеры разные, в одном случае это я, в другом случае это Иван Виноградов. И исполнители это разные. То есть половина самого ансамбля другое. И тем не менее, это совершенно одинаковая протяженность формы. Более того, когда у нас был случай, когда мы репетировали двумя составами одновременно, несмотря на то, что выписаны только регистры, регистры фиксированы, да, весь диапазон инструмента на четыре части поделим, люди попадают в одну и ту же ноту. Понимаете? То есть говорить о том, что это аллеаторное письмо, это значит, что тогда я уже не знаю, какое письмо в конвенциональной нотации, когда разница между нотой и нотой может быть в малом дырцу. Понимаете? В качестве еще одного примера приведу следующее. Пирамиду вы в любом случае послушаете, если не слышали, она на YouTube есть, это будет одно из заданий на этот семинар, я советую послушать последнее исполнение, либо последнее с Виноградовым, которое было в Белгороде, либо последнее со мной, которое было на московской осени, там пирамиду лучше видно со мной. И, если после этого вы послушаете, допустим, четыре исполнения, какой-то, не знаю, классической, романтической музыки, типа «Серенада для струнного оркестра Чайковского». Достаточно просто четыре любых исполнения. Между ними будет разница несоизмеримо больше, чем между четырьмя исполнениями пирамиды. Или, если вы включите запись классическую четвертой симфонии Чайковского, то есть со Светлановым, для советской эпохи это, наверное, визитная карточка этой симфонии, именно исполнение Светлановское. И если сравнить ее с исполнением Джорджа Энеску, известного композитора, дирижера середины 20 века, то вот там будет разница. Колоссальная разница, просто огромная разница. А между пирамидой и пирамидой разницы почти не будет. Поэтому вопрос о алеаторике снимается полностью. Да, это другой совсем тип. Да, здесь не может быть точно фиксировано, что вот это по диез, а вот это нота соль. Но мы с вами выяснили, что и там это не точно фиксировано. Это способ помыслить музыкальную ткань через разделение на отдельные сингулярности. Здесь этого нет. Да. Но, если вы попробуете с помощью обычной конвенциональной нотации записать арабское пение или записать, как поют многоголосием бабушки в Сибири, вам придется дичайшим образом редуцировать эту музыку, выкинуть из нее половину, чтобы писать это в нотный текст. А здесь этого делать не пришлось бы. То есть, само понимание того, что музыка естественна, что она интонационна, что она выразительна, совершенно не сопряжена с конвенциональным типом письма. Это просто одна из форм письма, которая налагает на нас очень большие ограничения. За то, что оно очень удобно, приходится и очень много платить. В частности, сложностью пассажной техники, сложностью пробивания через универсальные знаки к индивидуальным отличиям того или иного автора. Там есть целый ряд претензий. И сложностью того, что какие-то совсем простые вещи, типа вот этого изгиба, который мы можем встретить в арабском пении, когда голос просто колеблется выше, ниже, хроматизированно. Выписать это просто невозможно. А самое главное, что если мы это выпишем, все-таки, используя полубемоли, полудиезы и так далее, это будет вызывать дичайшую, как и пассаж, сложность к исполнению. Хотя это является абсолютно естественным способом исполнительский. Понимаете? Ну вот. Поэтому представленное мнение Московской государственной консерватории, в частности, Кюрегиан Татьяны Суреновной, о том, что графика это алеаторика, я с этим по слову себя совершенно не согласился. Для меня графика это более точно фиксированный способ. Да, она не фиксирует сонор, она фиксирует другое. А почему мы должны все оценивать только с точки зрения сонора? То есть, получается, алеаторика это является только с точки зрения той, когда мы считаем конвенциональную аннотацию единственной возможной. Тогда это некое приложение к ней, естественно, но алеаторика. Но если мы считаем, что это два равноправных дискурса, взаимоисключающих по сути дискурса, то, конечно, это не алеаторика. Она фиксирует кучу вещей намного точнее, чем нотация общепринятая, просто это другие вещи. И, допустим, она намного точнее фиксирует, что форму музыкального произведения, почему? Потому что за деревьями лес видно. Здесь нет такого количества переходов от события к событию, их мало, а значит, мы можем собрать эту форму все в целую. Помимо этого, она значительно точнее фиксирует особенность музыки, самой как таковой, потому что под нее создается индивидуализированное письмо. То письмо, которое выражает непосредственно этот образ. А в музыке конвенциональной одними и теми же нотами можно выразить совершенно противоположенный образ. Для этого потребуется и мастерство колоссальное автора, и мастерство интерпретатора, чтобы вывести оттуда это. Не только на уровне эмоций, но еще и черты композиторского стиля из тех же самых нот. При этом графика может фиксировать, как очень простые события. Допустим, просто черточка фиксирует одну отдельно взятую ноту. такую же, как в обычной, в общепринятой аннотации, может фиксировать некий феномен. Допустим, тоншая панта, бесконечная глиссанда, так называемая. Иллюзия, естественно, бесконечного глиссанда за счет того, что каждый из инструментов постепенно подключается к глиссандированию, это только одна партия представлена, и создается иллюзия того, что глиссандирование до бесконечности происходит. Если захотите, можно послушать эту слуховую иллюзию на ютюбе в больших количествах она представлена. Обычно повышающиеся, но можно и понижающиеся. Поэтому люди, которые хорошо владеют роялем, могут это изобразить даже на рояле. Просто нужно постепенно, допустим, при нисхождении нижнюю октаву все больше и больше отпускать, чтобы она тише и тише была, а добавлять постепенно сверху опять же октаву сначала почти незаметно, как будто это обертон резонирует, а потом громче и громче, и так до бесконечности. И так в пределах двух-трех октав мы будем играть бесконечное нисхождение или бесконечное восхождение. Но графика может фиксировать в одном из событий и очень сложный элемент. Это все по-прежнему это одна нота, по сути. Это одно событие, которое должно раскрыться. И даже если в одном единственном, отдельно взятом исполнении оно не раскроет все свои грани, они уже в нем заключены в качестве потенциала. Они, как креационистском мире, они уже в нем присутствуют. Оно уже задано, оно уже есть. И каким-то парадоксальным образом это все-таки слышно. То есть оно все равно реализуется. Реализуется даже через акт того, что оно не было воплощено в этом исполнении. Ну и, наконец, такая музыка, она, естественно, психологически настраивает на верное исполнение. То есть автор же подбирает разные типы нотации. То есть если возьмем какого-нибудь кейджа вариации, то это больше похоже на какую-то абстрактную живопись. То есть она настроит на исполнение совсем другой музыки, чем то, что вы только что видели. Она значительно менее точная с одной стороны, а с другой стороны почему бы и нет. То есть это совсем иной тип высказывания музыкального. А это больше похоже на перфоленту. Допустим, по типу фиксации знака. Но кто скажет, что перфолента не точно фиксирует материал, который на ней находится? Простите, на них компьютеры работали в одно время. Понимаете? Это очень точная фиксация материала. Просто это фиксация материала совсем другого типа. Это могут быть и сложные картинки. Вот как у Богуслова Шеффера или как у Хаубиншток-Роматии, европейских авторов второй половины 20 века. Ко многим из таких партитур прилагается серьезный талмуд в виде книжечки, объясняющий принцип этой нотации. Потому что как уникальное сочинение, таким же уникальным является нотное письмо. И для исполнения качественного сочинения нужно погрузиться в это нотное письмо. Но не уверен, что это сложнее, чем биться над интерпретацией той или иной симфонии Чайковского. Здесь вы можете просто прочесть и уже понять автора, как что он хотел выразить, почему это так нарисовано. А там вам придется это восстанавливать из контекста эпохи. А зачастую безрезультатно. Первой же музыкальной композицией, написанной в графической нотации, традиционно она считается первой, в 20 веке, является пьеса автора, которую мы уже проходили с вами, это Мортон Фелдман. Он не пользуется постоянно таким типом письма. Он его использовал в самом начале своего творческого пути. И я вам даю эту пьесу на семинар послушать. Она совсем короткая. Она идет всего несколько минут. Чем хороша именно эта запись? Попробуйте ее. Это запись с Ютуба. Проджекшн. Пьеса, первая пьеса из цикла Проджекшн 1950 года. Дело в том, что здесь будет играть контрабасист, и параллельно будут не просто показаны ноты, но будут эти ноты загораться, когда он играет именно эту ноту. То есть вам будет легко отследить, как звук соотносится с графикой. Что же касательно другой формы записи подобной музыки, музыки, не вписывающейся в конвенциональную нотацию, то я не мог не сказать о табулатории. Дело в том, что когда я впервые обратился к поискам с расщеплением тона на мультифонную составляющую у струнных смычковых, у дыховых-то это уже тысячу лет делается, а у струнных мне пришла в голову мысль установить металлические скобы в определенных местах струны, таким образом, чтобы при исполнении каждой ноты мы получали всю спектральную, все богатство спектральное, составляющие, вместо отдельно взятого тона. Мне это сделать удалось, но как это записать? Если выписывать тот аккорд, почти кластерный, который мы получаем на выходе, навряд ли кому-то придет в голову, кто-то сможет догадаться, как его исполнить. Если же выписывать только то, как его исполнить, тоже есть свои проблемы. Я, конечно, тогда выписал табулатор. То есть, что нужно делать, чтобы звучало то-то и то-то? Ну, допустим, нужно зажать пальцами там соль первой октавы, и при этом очень сильно придавить смычок, гидропреши, да, что называется. Либо играть с ульта астри, с ульта понтичелла в определенной динамике. Или вести смычок не параллельно подставке, а немного наискать. То, что не очень приветствуется обычно при академическом исполнении, как раз потому, что оно дает призвуки. В данном случае именно их-то они мне и нужны, и именно их я и фиксирую таким образом. Чем мне эта нотация категорически не понравилась? И почему я так надолго, собственно, эту идею с препарированными струнами оставил? Почти на 10 лет. Пирамиды 16-й год, а другие миры 7-й год. Потому что фиксируется то, что нужно делать, но в нотах мы не видим самой музыки. Музыка получается своего рода некий результат от какого-то технического упражнения. И меня это очень сильно возмущало. Даже несмотря на то, что играл ее я, как автор, меня все равно всегда раздражало то, что музыка получается где-то, но не в нотах. А в нотах лишь то, что нужно осуществить, чтобы она получилась. Записывать же одновременно эти кластерные аккорды, которые, даже имея абсолютный слух, кстати, не всегда можно полностью обознать, потому что они уже не грамматические, а не микрохрамматические. Одновременно выписывать их гроздями, а внизу давать табулатору, это такой перегруз нотного текста, который тоже ни к чему хорошему привести не может. Мы получим тот же самый затрудненный пассаж, который вы получаете в конвенциональной нотации. Мне этого делать не хотелось. Как это решить тогда, я не знал. Как это решить сейчас, я это воплотил в пирамиде. С помощью нетипичной графики. Это нетипичная графика. То, что вы видели, у Кейджа, у Фельдмана еще, посмотрите, у Эрла Брауна, совсем другой подход. Но то, что я хотел сделать в других мирах, мне удалось фиксировать полностью в пирамиде, наконец-то, найдя адекватный способ. Поэтому пирамида исполняется музыкантами легко, проблем никаких не вызывает. Вне зависимости от подготовки к уровню современного исполнительства, за несколько всего репетиций сочинение облетает абсолютно такие же черты, и даже, что удивительно, тот же самый хреновый траж. При том, что события, сменяя события, естественно, по мере его исчерпания, по мере надобности перехода в следующий. И повторюсь, не я же, если бы только я ее дирижировал. Я бы счел, что у меня есть просто некая модель. Но первым ее дирижировал вообще не я, Иван Виноградов. Во-первых, я ему продолжительность не советовал. Не подсказывал по протяженности. А во-вторых, фиксировать дирижера на сцене невозможно. Есть сценическое состояние, оно другое. Мы по-другому там чувствуем реальность. Поэтому тот факт, что они звучат одинаковое количество времени, за исключением первого исполнения, которое чуть-чуть длиннее. Просто музыканты еще не полностью вжились в пьесу. Она делалась очень быстро, разучивалась. Там была масса другой программы, поэтому на пирамиду уделяли очень мало времени. Она была там чуть-чуть длиннее. Но настолько чуть-чуть, что по сравнению с этим можно эту разницу не заметить в сравнении с разницей между исполнением первой части у Светланова и у Инеску четвертой симфонии Чайковского, где у Инеску она почти в двое длиннее. То есть тандем почти в два раза. Не длиннее, чем у Светланова, потому что у Чайковского, по-другому, он не выписан. Это уже как-то мыслит. Я не могу сказать, что исполнение Инеску плохое. У меня там хорошее. Оно высветляет совсем иные стороны. То есть по факту мы получили в качестве результата совсем иное сочинение. Вот. Которое якобы не алиатурное. Понимаете? Вот в чем дело. Так что в качестве примера хотел бы вам поставить, послушать другие миры. Другие миры – это первое сочинение, где я применял препарированные струнные. Слово препарированные мне не очень нравится, хотя оно общепризнанное, опять же, потому что струнным инструментом ничего плохого с ними не происходит. У меня очень дорогой альт. И я нисколько не боялся ставить эти скобы, потому что у меня, сколько я на них не играл, даже струны ни разу не порвались. При том, что струны очень часто рвутся просто от излишне фоксированного исполнения, да и по возрасту они, у них есть просто свой срок сносу. То есть никаких разломов, разрывов струн ни у меня, ни у кого из исполнителей, игравших такую музыку мою, никогда не случалось. То есть для инструмента это абсолютно безопасно, с инструментом ничего не происходит. Более того, инструмент начинает звучать после этого, конечно, намного лучше. Почему? Потому что если вы играете, и дека все время резонирует только на те ноты, которые использованы в той музыке, которую вы играете, то есть 12-ступенный звукоряд, то, да, биртончики что-то дают под краску некую микрохроматическую верхнюю, но это не то. Вот когда вы поиграете такую музыку на струнных инструментах, после этого только дека начинает полностью отвечать. Потому что она начинает резонировать на всю микрохроматическую составляющую. И отдельно взятый звук уже темброво намного более богато насыщен. Так что для инструментов это не вредно, она очень полезна. Поиграв такую музыку, через какое-то количество времени взять и поиграть Баху или Моцарта, и он будет намного благороднее звучать, чем и звучал до этого. Так что все байки по поводу загубленных инструментов, просто я сам исполнитель струнник, и никогда бы не позволил ничего дурного сотворить со своим любимым инструментом. Это, как раз бы, идет ему только на пользу. То есть я же не предлагаю его пилить чем-то, да, сжечь, пилить. Я предлагаю всего лишь на нем извлекать микрохроматические составляющие мультифонного типа. В этой пьесе не использован ни один электронный звук. Она записана в естественной акустике Шуваловской гостиной Гнесинской академии, на одном из вечеров композиторских играл. Я, она написана для альтарсола, без сопровождения. Играл ее много раз после этого. Играл и в присутствии Сергея Михайловича Слонимского. Играл и для, уж не помню, теле- или радиовещания, приходили к нам в Гнесинскую академию. Насколько я помню, это было телепередачей. Сейчас уже это было давно, побоюсь соврать. В эфире она, в общем, была в такой обиде. И слушаем фрагмент небольшой. И слушаем не просто как музыку, а с точки зрения оценивания всего того, что никаким образом мне было, могло бы найти воплощение в конвенциональной нотации. То есть эту пьесу записать конвенционально нельзя ни один ее фрагмент. Это совсем другой струнно-смычковый альт. Я даже сомневаюсь, что вы его узнаете. В принципе. Настолько шаблон, да, сформировал, что есть струнно-смычковый инструмент. А в качестве заставок я использую картины Ансельма Кефера. Это один из крупнейших нынеживущих авторов. Возможно, самый известный нынеживущий художник. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Другая музыка каких-то других современных композиторов, работающих в конвенциональном, да, типе письма, вот, или, если уж что, мне самого себя не сравнивают, да, с какими-то другими авторами, я не считаю, что эта музыка моя чем-то хуже, чем там музыка, которую я пишу в конвенциональном. Да, она просто другая. То, что можно сделать в конвенциональном, я делаю в конвенциональном. То, что нельзя сделать, я делаю таким образом. И, на мой взгляд, это весьма и весьма интересно, потому что фактически невозможно с помощью той системы записи. А мы же этим себя обедняем, себя этим лишаем. Я не считаю, что здесь в этой песне есть хоть один не музыкальный звук. Он раскрывается весь спектр, да, звук превращается в живое пространство, как в картинных родках, да, один квадрат, который оживает, который изменяется, в то время как изменения в течении звуков конвенциональной нотации, ну, сродни различному освещению падающему на обычную картину, не ротковской лотины. Ну, тот же пейзаж, ну, вот Левитан, если пейзаж, пейзаж красивый, но будет чуть-чуть потемнее, будет чуть-чуть помрачнее, да, будет чуть-чуть более ясный свет, будет чуть-чуть посветлее, но не более-то. Принципиально характер меняться картина от этого не будет, а уродком будет и здесь будет. Что за касательно пирамиды, просто чтобы вы видели, как может быть записана графическая партитура, это уже партитура, это негодильные голоса. Пустое пространство, соответственно, предполагает отсутствие звуков, да, это молчание, тишина, пауза. Каждое событие, каждый прямоугольник, это и есть своего рода нота, да, которая должна раскрыться во всей своей полноте. Неделимое звуковое пространство. Вот скрипка начинает какие-то вещи там исполнять, потом через время подключается вторая скрипка, все копится, набирается определенная ткань, фактура, которая начинает взаимодействовать, голоса начинают между собой и так далее. В данном случае пирамида на самих нотах наклеена первый блок один, потом три, пять, семь и так далее. К нечетному количеству и идет некая материализация от идеи, да, вплоть в звуковую ткань, поэтому читается пирамида сверху вниз. У дирижера обычная партитура, а там на четыре грани пирамиды расклеены ноты для каждого из участников партета. В принципе, я не пробовал такой унштюк, но чисто гипотетически ее можно повернуть. Получится примерно то же самое, если вы в каком-нибудь партете Витховена странспонируете, перенесете партию первой скрипки в басы, да, и отдадите виланчелли в партию скрипки. Не знаете, что это будет здорово. Я лишь показываю, что в этом случае для этого нужно лишь чуть-чуть повернуть ноты, а там вам придется проделать достаточно серьезную интеллектуальную работу. И не уверен, что и в том, и в другом случае получится равнозначный результат, да, потому что она все-таки замысливалась на совершенно конкретный инструмент. Но, возможно, это даст какое-то оригинальное приложение. Иногда я использую какие-то материалы из конвенциональной системы. Ну, в частности, здесь вы видите паузы. Там нет паузы, здесь в скобочках пауза восьмушка, здесь в скобочках пауза четверть и четверть и восьмушка. Понятно, что в отсутствии размера и темпа пауза очень условна. Ну, то есть, ну сколько она, если нету счета? То есть, это лишь значит, что сначала вступит первая скрипка, потом вторая, потом альт и потом виолончель. Примерно через равные промежутки времени. Но какими они будут, это будет зависеть от самой ситуации целого, как это покажет дирижер. Партитура изначально мыслила с дирижером и не может быть без него исполнена, даже если музыканты смогут без него сыграть. Абсолютно неприемлемо. Вот. Потому что это здесь пять по пять. То есть, пять событий, умноженные на пять раз. То есть, там пять раз по пять, двадцать пять событий. Они выписаны пятерками, потому что именно так показывает дирижер первое событие, второе событие, третье событие. Пять пальцев, пять событий. И пять раз они же. И должно быть обязательно пять участников. Вот. Своего рода некое сакральное пространство, сакральная символика, где каждый инструмент от своего рода элемент. Вот. Вот. Элемент духовной составляющей, как она представлена в трудах алхимиков. Это вот земля есть, да. Это есть вода, воздух и огонь. И есть элемент их объединяющий единой волей. Это элемент духа. Именно его и воплощает собой молчаливая фигура дирижера, который подчиняет весь, всю эту ткань единой своей воле. Я вообще люблю исполнение ансамблей, камерных ансамблей с дирижером. Мне это очень нравится. Потому что это дает совсем уной результат. Не потому что так играть проще. Какую-то музыку так играть сложнее даже. Вот. А потому что без утраты чистоты тона струнных сольных, вместо групповых, да, оркестровых, здесь мы приобретаем абсолютно оркестровый тип агогики. Вся агогика, агогическая свобода отдана в руки дирижера. И это здорово. Это дает совсем новое звучание. Одна и та же пьеса, там какой-нибудь квинтет, исполненный без дирижера и с дирижером, дает на выходе совсем иной художественный образ. А мне с дирижером современная музыка нравится больше. Она требует единой все-таки воли притворения, единого посыла обращения к публике, потому что иначе публика ее может просто не воспринять. Когда это будет слишком много разных, да, воли притворена в этой пьесе. Ну вот, соответственно, пирамида. Пирамиду предлагаю вам к прослушиванию новую, последнюю запись, там где и я дирижировал на «Московской осени». Она есть на ютюбе. Вот на ютюбе есть, если мне память не изменяет, четыре разных записи. Пять разных записей и четыре исполнения, потому что с фестиваля весеннего было две записи с разных видеокамер осуществлявшиеся. Там нам удалось еще сделать, собственно, различные цвета на разные части пирамиды. Вот, собственно, стихии и были заявлены. И был мной сделан видеоматериал, который сопровождал пирамиду. В основном там, собственно, были разные типы белого шума, видеобелого шума. Пирамида абсолютно может быть исполнена и без видеоряда. Вот. И остальные три исполнения были без него. Я вам предлагаю посмотреть последнее из них. Это и будет заданием на семинар. Вот. Пьеса Хелдмана, да, про Джекшн. Пирамида. Это в совокупности у вас займет не больше 20 минут. И пойдет речь о фильме, который я даю на семинар. Это весьма интересная лента. Лента, я бы даже сказал, уникальная в чем-то. Это Майк Фиггис. Фильм называется «Тайм-код». Тайм-код – это цифры, дата, да, время, которые фиксируются на пленке. В данном случае, да, потому что речь идет о тайм-коде синиматографическом. Что это за лента? Во-первых, обязательно прошу вас, найдите ее в многоголосном переводе. Иначе вы сойдете с ума. Сразу же и навсегда. Потому что, когда вы слушаете фильм обычный с одноголосным переводом, это уже тяжело. А здесь речь идет о необычном фильме. Он полиэкранный. На нем идет одновременно четыре разных изображения. Весь фильм. И, естественно, часто диалоги в разных экранах совпадают. В смысле, там говорят параллельно, но о разных вещах и с разными людьми. Если это будет читаться одним голосом, то, говорю, вы можете просто сойти с ума безвозвратно. Поэтому найдите его в профессиональном переводе. Он есть в сети. Я специально его вчера пересмотрел, чтобы убедиться, во-первых, что он есть в многоголосном переводе. А во-вторых, чтобы напомнить себе эту ленту, потому что лента старая. И чем фильм этот еще уникален? Во-первых, это, наверное, одна из немногих лент в истории, использующая поликадр. Во-вторых, полиэкран используется на протяжении всего фильма. Начало и до конца. И что это дает? Это дает совершенно иную оценку происходящего. То есть, оказывается, что взгляд далеко не без пристрастия. Сама наша позиция уже определяет нашу точку зрения. Когда мы смотрим любой обычный фильм, даже если там последовательно показывается с разных сторон, все равно наш взгляд пристрастен. Мы сначала думали, что так, а потом, что она на самом-то деле вот так. Здесь все вопросы относительно на самом-то деле снимаются сразу же. То есть, здесь нет ни хороших, ни плохих героев. Хотя для одного оно закончится фатально, и одна окажется вроде как поступившей опрометчивой героиней. И тем не менее, оценивать их невозможно. Это бессмысленно. Мы видим просто факты. А есть всего четыре экрана. А теперь представьте, что их не четыре, а семь и три десятых миллиарда. И вот так происходит факты на земном шаге. То есть, даже этот фильм способен уже выступить в роли очень хорошей прочистки мозгов на предмет оценивания тех или иных событий. Это просто факты. Просто факты. Ну, в этом смысле совершенно потрясающая лента. Но хотел предупредить вас еще следующее. Это совсем не такой фильм, как я давал вам до этого. До этого я вам дал шедевры искусства. Это фильм экспериментальный. До шедевра художественного уровня, на мой субъективный взгляд, он очень сильно надотягивает. То есть, именно как фильм, на мой взгляд, он, наверное, даже провалился. Но он дает нечто совершенно иное. Как эксперимент, который мы можем отсмотреть и совершенно поменять свою точку зрения на многие вещи, в этом смысле он работает. Если автор хотел этого, то этот фильм удался. Если автор хотел не только этого, но и чтобы это еще был фильм все-таки, то, наверное, он у него не удался. Потому что фильм откровенно скучный, во-первых. То есть, тот час тридцать, который он идет, этот час тридцать многого стоит. Фильм, почему он таким получился? Потому что автор не только вводит полеэкрана. То есть, это-то, казалось бы, ну полеэкрана, полеэкран, можно фильмы с полеэкраном сделать нескучно. Но автор хочет гиперреализма. И автор снимает этот фильм в едином кадре. То есть, здесь нет монтажа вообще. Он начинает снимать в три часа дня и заканчивает в 4.30. То есть, это четыре камеры, снимающих без остановки, без какого бы то ни было монтажа. Абсолютно авангардная съемка. То есть, мы имеем, грубо говоря, определенный взгляд, перемещающийся. Их четыре сразу же взаимодействующих в одном и том же пространстве на протяжении ограниченного количества времени, полутора часов. По сути, вашей пары. В этом смысле этот фильм ультра-авангардный. Он очень сильное впечатление оказывает. Но по этой же причине он и не дотягивает, или, может быть, даже и не старается попасть в те художественные талоны, к которым мы синематографы привыкли. Чем он еще забавен? Тем, что в конце ленты женщина, играющая режиссера, рассказывает о идее этого же фильма. Причем в очень таких величивых выражениях, очень претенциозных, очень напыщенных, неприятных. И человек, играющий роль продюсера, очень зло это высмеивает. То есть, лента высмеивает сама свою концепцию еще до выхода в свет. И при этом понятно, что если лента снята, и она идет в свет, значит, она и оценена автором, и в то же время она до этого же высмеивает. Ни один из диалогов не написан. Лишь задано то, что нужно импровизировать. То есть, неплохой актерский состав, но они и текст импровизируют. Не импровизируется только событийная сторона. Так что, по сути, это некая гиперреалистическая картина. Только не гиперреалистическая глазами одного человека. Не социалистический реализм. А это реализм, условно говоря, некой ситуации, какова она есть на самом деле. И ленту, все эти четыре экраны, объединяет некое внешнее событие, постоянно происходящее. Я его открою, потому что оно в фильме никак не отыграется на его сюжете, поэтому вам можно знать или не знать, разница никакой для просмотра. Это землетрясение, которое периодически толчки происходят, и они, естественно, влияют на все четыре экрана. Это единственное, что объединяет эти четыре экрана, нечто внечеловеческое, не человеко-неантропоморфное. Вот оно как бы есть. Оно всеми воспринимается примерно одинаково. Человеческие же взаимоотношения воспринимаются совершенно различно через каждый экран. Так что смотрите эту ленту, слушайте ту музыку, которую я дал к семинару. И если будет еще желание, у Майка Фиггеса в цикле «На 10 минут старше», это был замечательный такой проект, где каждый режиссер, известный, современный, снимал по 10 минут, 10-минутный ролик, 10-минутную ленту. Вот у него тоже там есть лента, по-моему, это «На 10 минут старше» виолончели, это два проекта было, да, вот они названы по тем инструментам, которые играют между фильмами. Вот, по-моему, Фиггес, его лента выходила в картине «На 10 минут старше» виолончели, там тоже полностью полиэкран использовал на протяжении всего фильма. Поэтому, если будет желание, можно еще на 10 минут посмотреть больше и получить на 10 минут больше пользы. Тот фильм эмоционально ярче, но эти полтора часа, конечно, выстрелять надо. Если вы эти полтора часа отсмотрели, это прям сильно сознание меняет, восприятие вещей меняет. То та лента скорее воспринимается как некий конштюк такой. Блистательный, он точно состоялся на все сто, но все-таки конштюк, который не производит какого-то переворота в мышлении. Я лично просто смотрел сначала тот фильм, биографический, а потом уже тайм-код, и тайм-код на меня произвел больше впечатления, хотя воспринимался тяжелее. Если есть какие-то вопросы, я могу на них ответить. Лекция очень сложная. Для меня очень сложная, для вас, возможно, очень сложная, потому что нужно было определить то, что определить... Я не могу и конвенционалку из графики дать, понимаете? Этим я убью. Конвенциональная ариентация прекрасна. Она позволяет очень много фиксировать, того, чего не может никак фиксировать графическое. Но я не могу давать, как это делают многие, как это Кюрегиан делает, графику, вписывая в конвенциональную, что это некое расширение конвенциональной ариентации. Как вы помните, любой иной дискурс внутри одной религиозной модели всегда назывался ересью. Так вот, чтобы не видеть в графике ересь, нужно представить ее как столь же полноценную дискуссивную практику. Тогда мы получим, что вот есть некая модель, не знаю, там, католическая, а есть некая модель, там, буддистская, или есть модель гностическая и так далее. Это различные, допустим, религиозные мировоззрения. Я не будучи религиозным человеком, предлагаю различные дискурсы. Но если мы будем из одного дискурса пытаться определить другой, мы получим все та же самую ересь. Некое исключение, некий выход из правил, а не полноценную систему записи. Мне показалось, что мне удалось схватить какие-то те вещи специфические в обычной системе, общепринятой, о которых вы до этого могли не догадываться. То, что мешает воплощению определенной специфики этого музыкального текста. То, что не только помогает вам сразу же его считывать, да, он удобно читаем, тут как бы не может быть никаких вариантов, да. Можно с листа читать графическую аннотацию, с листа далеко не всякую, только та, которая предполагает интуитивное прочтение, а к какой-то книжке, простите, прилагается. Тем не менее, конвенционалка тоже накладывает целый ряд ограничений, с которыми вы все сталкивались, сто процентов сталкивались. Я думаю, когда мне это удалось, высветлись, я не претендую на то, что я это сделал, это ломно. Это первый набросок, так скажем, да, к анализу. Но что-то, думаю, удалось вам с этого понять. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Аплодисменты! 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 Аплодисменты!